Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по Вебройзе. Требу! А мне семечек! А мне! Устал теребонькать на обычное промо? Тогда заходи к нам. Постоянно мне спрашивают из Штребух, куда ты пропадаешь? Ребят, помимо того, что я вздаиваю мусорные баки, я еще веду прямые трансляции на свой второй ютуб канал, предназначенный для прямых эфиров. Там девочки очень сочные и готовы на все. Но именно на то, с чего вы сами захотите. Поэтому, ребят, ссылочка на мой лайв-канал в описании. Девочки очень горячие, уже ждут вас там вместе со мной. Опа, нифига себе найки. Прям хорошенькие. Парти бокс нашел. Парти бокс покажи. Китайский саунд макс. Что вам так на них везет постоянно? Они тяжелые, они качественные, кстати, вот это, более или менее. А ну, работает. А, разъема питания нет. Гнездо припаять надо. Ну, такое прикольное тему. Не, ребят, такую колоночку, а это на блютузе работает, можно продать за 500 рублей минимум. Ребят, да нафиг вам нужны вот такие вот страдания, с вот такими, блин, микрофонами с проводами. Я эту проблему уже давно решил. А как, сейчас покажу. А решил я эту проблему, просто прикупив все новые микрофоны от компании Holyland. Модель называется Lark M2. Поставляются микрофоны вот в таком вот кейсе, он же является пауэрбанком. То есть микрофоны кладутся туда, и передатчик, и все это заряжается в кейсе. А еще эти микрофоны очень легкие, весят всего лишь 9 грамм. Сейчас он висит на моей футболке, он ее не оттягивает, я его вообще не ощущаю, как будто микрофона на мне нет. А когда одеваешь ветрозащиту, микрофон вообще незаметный, как будто какой-то брелок висит. То есть, соответственно, за счет их компактности можно скрыто снимать видосы. И это очень круто, поэтому я их и приобрел. И, естественно, у этих микрофонов высочайшее качество звука. Hi-Fi 24 бита, 48 килогерц. У этих микрофонов есть 4 комплекта поставки. У меня комбо-набор. С помощью него я могу эти микрофоны подключить к любому устройству. Но если у вас нет, допустим, камеры, либо двух телефонов, и снимаете вы только на одно устройство, то можете купить себе микрофоны только под одно устройство, допустим, под iPhone. Так мало того, что эти микрофоны еще очень компактные, у них еще очень продолжительное время работы. От одного заряда микрофоны могут проработать 10 часов. А если зарядить полностью кейс, то они могут проработать аж целых 40 часов съемки. Это очень много и хватит вообще на все. Настроить эти микрофоны очень легко. Есть специальное приложение Lark Sound, которое вы качаете на телефон, и там уже под себя их настраиваете. Шумоподавление там и так далее. Настроек там очень много. Вы посмотрите, какой богатый комплект у этих микрофонов. Ветрозащита, вот такие кулончики, куда можно цеплять микрофон. Также микрофоны можно прицепить на прищепку. Все это и есть в комплекте. Ветрозащита, естественно. А вот это, ребят, передатчик, который подключается к телефону. Он очень компактный, в нем есть Type-C разъем. Соответственно, вы сможете пользоваться микрофонами и одновременно заряжать ваш телефон. Очень практично. Так еще в комплекте идут вот такие вот стикеры, которые можно клеить на сами микрофоны, и их вообще не будет заметно. То есть, вот под черную одежду стикеры, а вот это под белую. А вот эти уже стикеры под ваше настроение. Эти микрофоны просто топ за свои деньги. Поэтому смело вам рекомендую. Ссылочку на покупку этих микрофонов найдете в описании. Всем отличного звука. И погнали дальше смотреть, что мы там нашли в помойке. Так, что у нас тут выкинули? Трепье. И тут трепье. Детское трепье. Ого! А это раритетный робот. Раритетный? Да, реально. Я таких вообще ни разу не видел. Там крысы, походу. Ребят. Что ты делаешь? А? Красава. Ты гирака, Калдин. Короче, трепья навалена тут куча. Ты иди. Я один не хочу тут шароёбиться по району этому, блин. Ебать. Сука. Что такое? Месло. Да, Дима странный. И машина у него тоже странная. А что, она не заводится опять? Да прикисло она. Блядь. Пиздец, блядь. Да, сука, дозрочился. Пиздец. Спасибо. Походу, выкинули покушать из вот этого мини-маркета. Этот повелитель дорог создан для гоночной трассы. Ой-ой-ой-ой-ой, крекеры выкинули. Кофе, печенюшечки, любятого. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребятки. Стоп, 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 стоп. А, стоп, стоп, стоп. У Димы машина снова не заводится. Давай я толкну. Починить машину не может. Пиздец. А у нас обновочка, ребятушечки. Прикупил себе сендеры Holy Land Mars 400S Pro 2. А что это такое? Сейчас расскажу. Неплохо, Дим. Чуть плавнее. И после этого делай плавную проходку. Угу. Молодец. Неплохо, неплохо. Ребят, чувствую себя режиссером на съемочной площадке. Вы, наверное, вообще не понимаете, что такое сендеры, для чего это устройство нужно. А я вам отвечу, ребят, это очень крутая штука для тех, кто снимает видосы. Это устройство, которое передает без проводов видеосигнал на расстоянии до 150 метров с минимальной задержкой в 7 миллисекунд. А с помощью приложения HolyView сендеры можно подключить к любому современному телефону и использовать его как накамерный монитор в Full HD качестве 60 кадров в секунду. То есть, если у вас еще нет накамерного монитора и вы планируете его покупать, гораздо выгоднее купить сендеры. И это уже будет на профессиональном уровне без каких-либо проводов. А если вы стример, то с помощью сендеров можно подключить любую профессиональную камеру к OBS и уже стримить на YouTube, Twitch или Kik, где вы там стримите. В плане питания сендеры работают от стандартного аккумулятора Sony NPF примерно часов 5. Либо их можно запитать от постоянного источника питания через Type-C разъем. Как это сделал я? Вот сейчас у меня сендер работает от блока питания постоянно и никакой аккумулятор не нужен. В них даже есть система охлаждения, как в ноутбуках. Соответственно, в жаркую погоду они не будут перегреваться и рушить вам всю съемку. А если вы любитель снимать видосы, настало время выходить на профессиональный уровень. Ссылочку на покупку сендеров я оставил в описании. Там же вы найдете ссылку на покупку вот этих шикарных микрофонов. Поэтому всем отличных съемок, а я погнал драть кормилицы. Тут баков прям дофига. Дофигища. Так. Где вы нас хаты? Опа. Кстати, детская. Но это не покупают. А что у нас тут в пакете? А, мобиль детский. Вау. Кстати, а вот это могут купить. Детский мобиль, смотрите. И комплект тут и оползунки или как там. Ну, чтоб ребенок ползал и мобиль то отцепляется. Короче, в принципе, можно это забрать. Может кто-то и купит так комплектом. Ой-ой-ой. Нифига себе, ребят. Вы нас хаты. Мощнейший просто. Только походу с детскими тряпками. Так. Тут тоже, да? Обувь детская. Короче, все детское походу выкинули. Нихуя себе. Ребят. Ебать. Ебать. Картридер. Мышка. Ребят. Коробки от телефонов. Оно тяжелое. Пиздец. Ребят, пакет тяжелый. Так, смотрим. Ребят. Тяжелая коробка. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Vivo. X-Series, ребят. Телефон. Ебал новый полностью. Vivo X-Series. Бушный. Или новый, я не пойму. Он. О. Завибрирует. Ебать. Включился. Ребят, там еще телефоны. Google. TM Pixel. Что? Google Pixel 4, ребят. Ебать. Тоже тяжелая коробка. Ебать. Да ну нахуй. Блядь. Мне кажется, надо сваливать отсюда. Там еще, смотрите, какие-то сумки от ноутбуков. И тоже тяжелые. Блядь. Походу тут пизда. Да он даже не заблокирован. Полностью рабочий, ребят, телефон. Просто пиздос. Камера работает? Камера работает, ребят. Он как новый, ребят. Ну вообще, смотрите. Зарядка. Чехол. USB. Все, блядь, в коробке. Прям все. Охуеть. Охуеть. Так, давайте смотреть. Это Google Pixel. Ебать. Он по-любому там. А, смотрите. После ремонта, походу. Вот он, Google Pixel. Ебать. Он тоже как новый. Он в защитном стекле. Он включится. На Type-C зарядке. Экран, походу, меняли. Да ну нафиг. Тоже полностью в комплекте. Да, USB. Походу, все. Смотрите, наклейки. Ебать. Наклейки тоже есть. Не, он не включается. Короче, в гараже проверю. Уже досконально на зарядку поставлю. Ебать. Так это охуенный телефон. Ребят, тут просто пиздец. Я в шоке. Мышка компьютерная. Новая там. Ебать. Это все новое. Это, короче, с магазина, может, какого-то. Часы какие-то. Ребят, нифига себе. Smart Watch. Часы. Тоже в коробке. Что-то тяжелое там. Да? Ебать. Тут SSD M.2 накопитель. M.2 на 512 гигов. Там еще один M.2 на 128. Зарядка, ремешки. Часы новые в пленке. Включились, ребят. А вдруг нечаянно выкинули. Вдруг сейчас придут за этим всем. Там есть еще телефоны? Компьютерные мышки. Смотрите, куча компьютерных мышек. Картридеры, коврики. Капец. Если это все, тут вот еще коробка телефона. Ебать, вон еще одно. Тоже тяжелое. И еще. Еще коробка тяжелая. Вон еще что-то. А я думал телефон. Это на айфон защитные эти стекла. Охуеть. Вот еще две коробки. Тихо, 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 тихо. Ебать, еще телефон. Новый тоже. Лейция. Написала Лейка. Ебать, телефон новый. Смотрите, защитная даже кнопка под защитой, чтобы он не включался сам. Держу. Включится, не? Не включается. Вообще новые защитные пленки. Ребята, это пиздец. Это пиздец. Короче, я в гараже буду их все заряжать. Показывать работают, нет? Вот еще коробка. Модель М12 Ультра. 256 гигов. Какой-то М12 Ультра. Ну, какой-то китайский. Китайские телефоны. Ебать, еще один. Такой же только белый. В пленке защитной, ребята. Он, наверное, даже не видно. Он тоже не включается. Может, сдохший. Короче, ребят, в гараже уже буду делать выводы. Что работает, что не работает. Я это прям так. В пакет не буду сейчас разрывать здесь. Мало ли, что тут. Ну, это пиздец какое ценное все. Тут на тысяч, наверное, 40 находок. Ну, чисто в этом пакете. Ребят, простите за мат. Но тут по-другому вообще никак. Так, что у нас здесь? Ой, вон еще вынос с хаты, ребят. Тоже шмотки всякие. Детские вещи. Короче, я все забираю. Сумки вот эти вот от ноутбуков. Тоже что-то тяжелое там. Ебая охуе есть тут ноутбук. Они какие-то запчасти. Материнская плата. Короче, ребят, еще сумка. Есть тут ноутбук? Ребят, я просто в шоке. Такого мощного выноса с хаты я никогда не находил. Триммер, филипс, клавиатура. Тоже кусочки ноутбуков. Мышка, кстати. Вообще тоже как новая. Какие-то запчасти от ноутбуков. Мне кажется, это с сервисного центра выкинули все. Потому что там телефоны после ремонта. Ноутбук ебать. А, нет. Это то, что от него осталось. Но это по-любому сервисного центра, ребят. Охренеть. Короче, все это перебирать надо досконально в гараже осматривать. Вот еще какая-то сумка. Опа. Блядь, мне так стрёмно. Ребят, клавиатура тоже. Мышка беспроводная. Здесь в коробке клавиатура. Ебать. Еще какая-то сумка. Короче, ребят, все остальное буду показывать. Досконально проверять телефон. И все вообще, что в этих сумках, уже в гараже буду показывать. Вот еще сумка тоже неплохая. Голготочки, а нет. Хотя она такая подубитая. Нахуй нет. Еще шмотки всякие. Тоже детские, походу. Забираю все нафиг. Просто посмотрите. Это все один вынос с хаты. Все. Подставки от телевизора. Вот эти ножки. Все их тоже покупают. Только надо понять, от какого телевизора. Но мне уже на это похуй. Вот этот пакет главная цепанок. Так, вырублю фонарь. А то что-то стрёмно, ребят. Ебать. Такого цену я никогда не находил. Охренеть, ребят. Это почти первая помойка по маршруту у меня. Вот это вторая помойка по маршруту. И вот такой вынос с хаты дала. Я просто в охуе. У меня спрусятся ноги. Но я сейчас все равно дальше по помойкам поеду. А это уже когда в гараж приеду, буду все перебирать. Самое интересное, это, конечно, вот этот пакет с техникой, с телефонами. Это просто разъеб. Ребят, это просто пиздец. Я вот сюда положу. Так, на место, чтобы было скомпоновать все. Охуеть. Я просто, ребят, я столько техники. Я не знаю, я за год столько не нахожу. Сколько я сейчас нашел в одном выносе. В одном пакете. И еще, возможно, там все-таки есть какие-то ноутбуки. Потому что я не каждую сумку проверил от ноутбука. Прям досконально. Мне жарко стало. Мне так кажется, что может там еще что-то есть. Надо доскональнее проверить все. А вообще, знаете, такая тема работает. Если чуть постоять, полчасика здесь. Может, люди еще будут выносить. И этот вынос с хаты продолжается. Они же не могли за один раз столько всего вынести. То есть, это пару раз приходили люди и выкидывали. Если я сейчас тут постою, ну не знаю, минут может 20. Может, еще что-то выкинут. Я, наверное, кстати, так и сделаю. Короче, постою тут еще минут 20. Посмотрим, может, еще что-то вынесут. А если нет, поеду дальше. Постоял минут 15 на этой помойке, где был огромный вынос. Попротирал стекла, короче, хуйней пострадал. В телефоне позалупал. Но никто не пришел. Ничего больше не выкинули. Поэтому еду дальше, ребятки. У меня за гаражом слышу, кто-то мяукает. Смотрите, ребята. Сейчас будем проводить специальную спасательную операцию. И там трасса оживленная, дорога прям машины летают. Ребят, вот такая дорога, где котенок находится. Еду спасать. Надеюсь, успею. Он не выбежит на дорогу. Получается, где-то тут котенок. Вот он, вижу его. Иди сюда, маленький. Иди сюда. Не бойся. Не бойся, все хорошо. Иди сюда. Я взял такую коробочку, чтобы довести его. Надо спасать. Все, опасность миновала. Котенок, ты что там делал на дороге? Тебя бы могли сбить. Капец, как он кричал, ребят. Очень, наверное, долго он мяукал. Что у него аж голос просил. Не бойся, не бойся. Он испуган. Что? Давай его вместе с коробкой просто занесем. Сейчас схожу, куплю ему поесть и попить. Кс-кс-кс. Не бойся. Мы тебя не обидим, братик. Может, кошку себе завести? Тут знак судьбы, походу. Кто тебя выбросил-то? Кс-кс-кс. Ой, решил в одного помоечке ночью полутать. И, видимо, не зря, ребят. Смотрите. Не успел помойте подойти вот это. А тут сразу синтек. Стоит пылесосик, меня ждет. Красненький такой вот. Безмешковой. Капсульный. Вот с такой вот боксом для хранения. Провод на месте. Бомжи еще не успели раззадербанить. Ребят, думаю, что за звуки на помойке. А тут ежик кушал. Майонезик. Ну-ка. Иксбокс, смотри. И коробка, кстати, с чем-то. А вот и Иксбокс наушнички. Вот это топ. Мне кажется, они поломаны. Ну, починить их можно. Внутри другие, не Иксбокс. С USB какие-то. Со звуковой картой USB. Наушники Dark Project. Везет нам на наушники в последнее время. Ой-ой-ой. Что это у нас? Парогенератор. С формами для кексов там. Короче, прям так берем. Ого. Как в них еще можно ходить. 46 размер, Дим. О, еще. Опа. Нифигасе. Какие найки. О, 45. Ребята, это на меня уже найки. Сматрой. На меня какие найки. Тесно оригинал, нет? Так хорошие прям вообще. Ну, ништяк. Помойка бывает. Такие топовые найки. Так они полностью целые, ребят. Так. Давай посмотрим. Посмотрим на вот эту помойку. Опа. Ролики. Нифигасе. Как будто кто-то припрятал здесь. А, вот их тут два. О, так это на меня. Нифига. Они вообще как новые. Ну, на меня в плане... Так, а размер какой? Размер 42. И вот второй ролик. Ребят, вообще целые. Офигенные просто. Вообще ролики, ребят, от бренда Актион. Ну, это спортмастер, наверное, такие рубля 3 стоят. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне курточка сейчас одену в шубку. А, она из-под бомжа. А то прохладно вечером. Ребятки. Так, что у нас тут? А давайте осмотрим. Так, детские вещички, вещевидные. Тут что? Дезик был. О, вы нас с хаты. Тут хлеб. Так, что это у нас такое? Опа, сюда пауэрбанк. У меня первая электроника сегодня. В этом прекрасном вечере я нахожу пауэрбанк. Типа Xiaomi на 20 тысяч миллиампер часов. Эй, где у нас прибыль? Да. Эй, что-то японское. Вот какое-то строительство. Тюбичек какой-то, штуки японской. Что за кресло Димми нашел? Да оно убитое в хлам вообще, проперженное. О, нифига, дрова хорошие. Чемодан бери. Кошелечек. Чемоданы ж такие берут, Димми. Чего ты хочешь сказать? Убитый то, что он? Да ладно. Я обычно в них товар привозил, но по-моему. Ну вот давай сейчас товар у него складывать. Я пауэрбанк нашел. Саквояж уберем. Мояж, мояж. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Саквояж. Миньки, Миньки, Леви. Капец журнал, ребят. Мир связи МТС. 2010 год. И давайте посмотрим, почем телефоны-то продавали. Кнопочные. Вон, Nokia, смотрите какая. Модемы. Во, охренеть. HT, HTC Desire. 25900 рублей. Еще все. О, вот каталог с телефонами, ребят. Что можно прикупить? Blackberry. iPhone 3GS, смотри. iPhone 3GS? Сколько он-то стоил? 30 тысяч рублей. Охренеть. Вот такие ценники. И гарнитуры он разные. Motorola, что хочешь вообще. Любые бренды. Вот, стоп. Nokia. Это уже современные. Вот, вот самое. 572-0. Да. Она сейчас стоит, Миша, вчера оригинал нашел? 5000. Ага. Не, не... То есть, в цене особо не упало. Да. Да. Все, это контент неинтересный, но познавательный и вайбовый. А вот это вот уже... Это уже с толкача? Да. Давай, я толкну. Это я свет тому, что не вырубаю. Так вырубай. У Димы, как обычно, с толкача придется водить. Пизда, ногам у меня. Зажигание не включил. Я как лошок такой. Оп, оп, зажигание не включил. Ты смотри, тут... У меня ноги подкашиваются. Да что с тобой? Да я, блин, поспал 4 часа. Нифигаси, а какая вообще красота. В гараж тебе не надо? Не. Добро пожаловать. Welcome to the club. Вот это что такое? Ой-ой-ой. Вы на скухне. О, это хата. Хата, кухня. О, бокс топовый для крупы. Для топовый бокс? Да. Можно, ну, не только крупу. Ребят, вы на скаты. Вот и Дима урвал прибор. Техника. Есть, есть техника. Дожди, мы сейчас его неправильно разрушаем. Только давай не пропускаем, умоляю. Ага. Опа. Доска, ребят, шахматы. Шахматная доска вот такая. Берем шашки. Как обычно. Иллюстрованная энциклопедия всякой техники. Ой, это классная книжка. Такое купят. Карта мира. Подушка этот, Лондон. The Capitals of Bridgings. На халяву. Эво Коврикс. О, Ментус. Две. Будешь Ментус сейчас пожевать чисто? Не, не хочу тебе больше. Опа. Мишка вот такой вот красивый. Букетик цветочков надо. О, домовенок вот этот денежный. Опа. А, настольная лампа. Смотри, какая. Нифига, настольная лампа. Зеленая, прикольная. Вау. Кортекс. Что это? Битва умов. Настольная игра какая-то вот такая. А вот это что? А, портативная DVD. Прикинь. Портативная DVD. Это ж капец и булет сколько. Диски сюда встали. Он убитый, кстати. Купят его. Автомобильный телевизор. Как Toyota. Линеечка. О, пистелекс. Пистелекс. Зажигалка. О, а это фодарик. Мы нашли какие-то. Это лазер. Прикинь. Пистолет-лазер. Вау. Вау. Это штука запускать как-то. Конкурентом оставим. Нифига себе. Ребят, смотрите, какая штука. А ну. Ух ты. Вот это я заберу домой. Да, вот так там. Ух ты. Какой бокс. Целый походу. Да, бокс целый. Прикинь. Вот дорогая вещь. Хочешь, я сейчас что-то интересное достану. Давай. Писен? Нет. О, подстаканник. А, это современный. Я тоже подумал, что он советский. Краснодарский чай века. Краснодарский чай века. Подстаканник такой. Какая керамическая кастрюля. Кастрюля керамическая. Нифига себе. Поднос я б на дачу забрал. Надо забирать все это. Нифига себе, какой вынос хатый классный. Столько всего нужного. Очередная кормилица на пути у меня в Ребетке. Вот такие дома. Тут муравейники. Ну, там где вот такие дома, много людей. Соответственно, больше шансов что-то найти. Так, а вот тут шляпеточки. О, гуси. Ребят, вот здесь написал Гучи. А, Гукси. Гукси, ребят. Есть Гучи, а есть Гукси. Не, ну, я, конечно, очень хотел бы найти именно Гучи, а не Гукси. Опа, там что-то есть. Я так понимаю, костюмчик. Женский костюмчик. Толстовка и штанишки. А ну, смотри. Слушайте, а неплохой такой костюмчик. У меня жена со мной сегодня по помойкам ездит. А ну, я ей предложу. Настя, надо тебе на дачу вот такой костюмчик. Штанишки и толстовка. Все в цвет. Даже не воняет. Да? Да. Понюхать, что ли, хочешь? Давай после стирки, пожалуйста. После стирки будешь нюхать? Ну, хорошо. Все, забираем. Ребят, там, я не знаю, видно вам, нет. Ежик дорогу перебегает. Капец, я его еле заметил. Нифига себе, тут ежиков на районе развелось. Подъехал я к неплохой помоечке. В прошлый раз тут мы... Короче, на прошлой этой помойке мы с Димичкой нашли две пары наушников топовых. И может, в этот раз тоже повезет. Я вот там вижу вынос с хаты, походу. И вот в этом черном пакете, возможно, вынос с хаты. И вот в этом беленьком. Ой-ой-ой, какая сегодня ночь, ребят. После вот этого мега выноса с хаты, это третья помойка. Нифига. И тут тоже, я смотрю, все. Остет меня колотит до сих пор после того выноса, ребят. Нифига, рамка какая. Хорошая, кстати, на барахолку поедет. Вот тоже хорошая рамка на барахолку поедет. Находки вот так удобно складывать на машину. Так ты ничего не забудешь, короче. То и бывает на помойке, знаете, что-то найду и забуду это забрать. Мне, по-моему, вот в комментариях тоже пишут, что ты там это пропустил, это ты там забыл. У меня память так себе. Булочка. Блин, я бы поел, кстати, я голодный. Булочка с творогом. О, сейчас перекушу ей. Может, запить найду. Будет вообще топчик. Ну что, ребят, будем пробовать булочку с помойки с творогом. Не знаю, видно меня там или нет и куда там смотреть. Но булочку я жду, этого потрогал. Она была мягкой. Но она чуть-чуть твердая, сука. Запить бы найти. Творог бомбический. Бомба. Сейчас сердцевинку всю съем. Остальное оставлю птичкам. Ну все, всем пока. Ну что, ребят, я в гараже. И посмотрите, сколько техники я нашел, по сути, в одной помойке, в одном выносе с хаты. Давайте рассмотрим все поближе. Самое дорогое это, естественно, телефоны. Сейчас они уже позаряжались. Вот этот еще не дозарядился. Он, кстати, рабочий вообще полностью. Вот такой беленький, новый какой-то китайский телефон. В общем, смотрите, что было в этом выносе. Вот такая вот штука на руль. Оплетка новая. RGB-лента. Вот такая вот. С пультом. SSD Hyper на 120 гигов. Жесткий диск на 500 гигов. Вот такая проставка в компьютер под вот такой вот SSD-шку. Вот такая вот штука для ноутбука. Уже с SSD накопителем на 120 гигов. Только они какие-то, ребят, посмотрите. Подубитые какие-то китайские. Ну это капец, сколько бабок все стоит. Вот эти вот, ребят, посмотрите. Жесткие диски новые по 4 терабайта. Это переносные SSD-накопители по 4 терабайта. Только вот смотрите, наклейки нет. USB-шка в комплекте. Тошиба написано. Но наклейки нет. Это, согласитесь, странно. 4 терабайта это дофига. А ну давайте этот посмотрим. Он тоже не новый. Его кто-то раскрывал. А ну. Хотя нет, посмотрите, в пленочке. И тут тоже наклейки нет. То есть какие-то китайские переносные жесткие диски. Надо будет проверять потом это все. Но такие в магазине жесткие диски стоят вот столько. Надеюсь, они рабочие. В общем, еще клавиатура. Вот много вот таких беспроводных мышек. Вот две еще там какая-то была. Микрофибры, тряпки, запчасти от ноутбука, материнки. Вот всякие крышки, охлаждение, кулера. В общем, как будто какой-то сервисный центр все это выкинул. Вот, кстати, я думал целый ноутбук, но нифига. Тут от него по сути только корпус. И может быть вот эта материнка от этого ноутбука, не знаю. И это вообще будет очень тяжело все вот это продать. Но самое ценное это, да, вот эти SSD-шки. Посмотрите, сколько ковриков было. Вообще все новые, абсолютно. Вот такой вот топовый есть Razer. Подставки для ноутбуков вот такие вот. Вот так они выглядят. Типа ноутбук ставить на них. Наушники новые. Картридеры новые. Подсветка для клавиатуры новая. Еще наушники. Вот такие сетевые штуки для ноутбуков. Гигабитный LAN USB 3.0. Мышки в коробках новые. Флешки новые, ребят. На 32 гига вот флешки вот эти вот. Это тоже 32 гига. В общем, я просто в шоке. Вот еще какие-то наушники. Вот такие наушники в коробочках, ребят. В чехольчиках новые. Просто охренеть. Единственное, что я из этого всего проверил, это телефоны. А вот еще топовый лут. Это, короче, часы беспроводные. И там еще, смотрите, SSD накопители M.2 маленькие. Так, этот на 128 гигов. А этот на 512. Часы, в общем, такие типа Apple Watch. Смотрите, работают даже. Ну, это китайский смарт-вач. Могут пульс замерять. Ну, короче, как Apple Watch. Вообще, в пленках все новое, ребят. Посмотрите. Таким вот циферблатом. О, даже их переключать можно. Нифига себе. Короче, очень много техники. Из всего этого полетит сюрприз-бокс. Все телефоны, может быть, по отдельности буду продавать. Короче, еще вот такой триммер рабочий. Вообще, тоже новый. Вот провод замотанный. Куча мышек новых абсолютно. Вот таких вот китайских, типа игровых. Они по-любому рабочие. Я одну уже проверил, работает. Но самое ценное. Так. Оба. Ох, еба. Еще вот такие процессоры, ребят. Для ноутбуков. Посмотрите. Всякие разные. Pentium 20, 20M. Далее, i5-3210M. Это процессоры, я так понимаю, для ноутбуков. Celeron B800. Подписанный еще Pentium B950. Не знаю вообще. Но это по-любому денег все стоит. Получится ли у меня это продать, я вот не знаю. Оперативка DDR3 старая. Вот такие даже защитные стеклышки на iPhone 15 Pro Max. Но самое, ребят, ценное, от чего я был просто в шоке, это телефоны. Pixel 4 был еще в резинках. Как будто в нем что-то меняли. Он, к сожалению, вообще никак не включается. Это Google Pixel 4 в коробке своей. И вроде бы даже с каким-то комплектом, да, с USB-шкой. А, даже и с блоком питания, посмотрите. Я его очень долго пытался сэридить. Он все равно не включился. Такой в магазине новый стоит вот столько. Pixel 4 это топовый телефон. У него камера топовая. Но что с ним, я без понятия. У меня есть знакомый в сервисном центре. Понесу ему, может, получится починить. А вот эти три телефона, ребят, полностью рабочие. И, кстати, Google Pixel 4 не настолько дорогой, как вот этот. Я когда узнал его цену, просто охренел. Это Vivo X-Series. Новый стоит вот столько. В нем 8 гиг оперативки. 128 гигабайт встроенной памяти. Он полностью рабочий. Я не знаю, почему это все выкинули, ребят. Смотрите, у него камера выезжает. Это просто капец. Это игровой телефон на андроиде. Вообще флагман от бренда Vivo. Неплохой вообще. И камера у него нормальная. Он полностью рабочий. Он, кстати, начал сразу заряжаться. Он, смотрите, в пленочке. Но вот он не новый. Он бэушный. Им кто-то пользовался. Да это пофиг вообще. Вот эти вот два телефона абсолютно новые. Incel Screen бренд. Бренд Leica, я так понимаю, камеры здесь. Посмотрите, они новые полностью эти телефоны. И оба рабочие. Такие, кстати, это какие-то китайские ноунейм телефоны. Камера тут, ну, такая. Короче, пойдет. Какие-то китайские, короче, телефоны. Их продают новые по 11 тысяч примерно. И вот это точно такой же. Тут даже пленочка на камере. Он на 7% зарядился. Но он полностью тоже рабочий. Короче, тут телефонов капец. Вот эта Vivo стоит примерно 40 с чем-то тысяч рублей. Не распил? Нет. Они даже в защитных стеклах, ребят. Защитные стекла даже на них есть. Пленки. Просто жесть. Короче, одних телефонов тут я не знаю, на сколько тысяч. Ну, грубо говоря, тут телефонов тысяч на 40, на 50 тысяч. Чисто телефонов. И остальное, я не знаю. Вот эти часы сколько стоят, тоже непонятно. Smart Watch. Ну, вот цена. Не знаю. Получится ли их вообще найти в интернете. Опа. Вообще, я весь этот лут оцениваю, ну, примерно в 70 тысяч рублей. Короче, жесть. Вот такие вот находки с помойки. Помоечка дала. Просто пиздец. Это топово. Очень топово. Столько телефонов. Я даже не знаю вообще, что с этим делать. Буду вот сюрприз боксы свои распихивать. Топовые вещи какие-то рабочие. Так что, заказывайте, ребят, сюрприз боксы. Ссылка в описании на мою группу, где вы сможете заказать сюрприз бокс. И, возможно, в каком-то из боксов, именно вип-боксов, будут вот эти телефоны. Вот эти я по-любому в боксы положу. То есть, помимо телефона, еще куча будет всего. Вот этот тоже будет в боксе. Вот эти три телефона в боксы полетят. А вот эти, это слишком жирно в бокс класть. Потому что, допустим, этот Vivo бэушный, ну, стоит тысяч 20, наверное, 25. В бокс класть за 5 тысяч. Ну, это слишком, ребят, шикарно. Так что, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. Помоечка балует вообще очень сильно техникой. Буду кайфовать, перебирать это сейчас все и думать, что с этим всем делать. Поставьте лайк напоследок. Всем пока. Встретимся в следующем видосе на помоечках. Помоечка кормит ребятки.